Всем привет, мои дорогие друзья, и в сегодняшнем видео это первое видео на моём канале в этом новом 2024 году. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто пришёл ко мне на канал за последнее время, я хочу спасибо сказать всем тем, кто со мной уже долгое продолжительное время, и я надеюсь, что в этом году наш с вами такой творческий тандем будет ещё более продуктивный, плодотворный, и будет больше розыгрышев, будет больше каких-то интересных коллабораций, также будет очень много хороших прочитанных книг, я на это надеюсь. Я хочу поздравить вас всех с наступившим 2024 годом, и хочу пожелать, чтобы у вас у всех было всё так, как хотите вы, чтобы этот год принёс только радость, веселье и хорошее настроение. А теперь давайте начинать, поехали! В этом видео хочу рассказать про свои планы, которые я построила на 2024 год. Я сразу скажу, что я не стала брать масштаб, как делала это на прошлый год и на позапрошлый год, я поняла, что это так не работает, просто покажу вам некоторые книги, которые у меня точно будут в планах, которые я очень хочу прочитать, скорее всего, даже в ближайшее время, потому что под конец года чаще всего книги меняются, и те, которые были у тебя в планах в начале года, вряд ли они пройдут с тобой до конца, поэтому, может, книг будет не так много, и, наверное, это даже к лучшему, зато планы, которые я построю в начале года, будут более реальны, более выполнимы. И давайте начинать. Я открываю свой ежедневничек, где я всё записываю, я очень люблю писать от руки, именно планы, всё прописывать. Планы — это вообще моя такая тема, у меня есть планы планов. Я обожаю, чтобы у меня всё было чётко, чтобы я могла поставить напротив выполненного действия галочку, для меня это прям очень важно. И первую книгу, которую я написала у себя в планах на 2024 год, я про неё уже рассказывала в прошлом году, я вам её уже показывала в прошлом году, и сейчас вам ещё про неё расскажу. И ещё я хотела вам сказать, что я не стала разбрасываться по мелочам, показывать, что вот эту книгу прочитаю в ближайшее время, я хочу показать вам самые-самые такие масштабные книги, на которых я положила Глассовый, и первое — это, конечно же, Тихий дон. Два тома, которые я купила в ярких страницах, я считаю... Тут и шрифт хороший. Я считаю, что в этом году я прочитаю его, потому что я его читала в школьное время, по-моему, не до конца, и я настолько уже всё плохо помню, что мне очень хочется перечитать, и я специально выбрала именно это издание, потому что тут мне будет не жалко и подчёркивать карандашом, и выделять какие-то абзацы, и где-то что-то подписывать. Ну и она такая яркая, прям мне очень-очень хочется начать, буду потихоньку, не спеша читать, может, даже параллельно с какими-то другими книгами. И в два тома вот одну такую книгу, конечно, легче возить, чем какие-то большие и объёмные. У меня дома были такие прям большие-большие книги. Эти полегче, поудобнее, и я надеюсь, что у меня с этим романом всё сложится, и что я его обязательно прочитаю. Потому что очень захотела после поездки на море, после поездки на Кубань, я так вдохновилась в том году вот этими полями, просторами, казаками, и вообще меня тянет на родину моей мамы. Мне нравится этот быт, мне нравится про это читать, нравится окунаться в эту атмосферу. Поэтому я помню, что мне нравилось читать это произведение, и надеюсь, что... Сколько уже времени прошло? Уже много лет прошло, и я надеюсь, что я прочитаю более осознанно, более тонко буду подмечать какие-то моменты, и... То есть это произведение для меня заиграет новыми красками. Так что на Тихий Дон у меня очень-очень большие планы в этом году, и собираюсь я его, естественно, читать этой зимой. Также, если мы берём далее яркие страницы от Эксмо, это Мёртвое море Жоржу Амаду. Это писатель из Бразилии. Да, выдающийся писатель Бразилии. Этот писатель открыл жанр магического реализма, и тётя мне советовала его почитать, и что-то произведение про Гвоздику, Габриэла Гвоздика и Корица. Я, кстати, давно обращала внимание на эту книгу, и тоже хотела её приобрести, и я даже не сопоставила, что это один и тот же автор. Вот такую книгу приобрела, и именно с неё я буду начинать знакомство с этим писателем. В Мёртвом море автор выступает подлинным новатором, смело соединяет миф и реальность, эпос и лирику. Песня моряка, сказка-легенда, рождённая воображением, открывающаяся как реальность. Вы поверите в существование богини моря и далёкой земли моряков Айока. Вы услышите истории старых моряков о кораблекрушениях и подвигах. Для вас зазвучат печальные песни о судьбе моряков и их любимых. Мне очень нравится эта тема, такая сказочная, волнующая, и почему-то мне кажется, что это произведение мне тоже понравится. Если мы ставим планы на 2024 год, то не могу я не взять эту книгу, она у меня переходит из года в год, но почему-то не могу я начать её читать, и надеюсь, что в следующем году, в следующий год у меня будет более посвободнее, ха-ха-ха, работа и учёба, если я пойду в магистратуру. Но всё равно такой загруженности по учёбе у меня не будет, и я надеюсь, что бесы Фёдора Михайловича Достоевского дойдут в этом году, и я тоже их прочитаю, потому что много произведений у Достоевского я уже прочитала, много произведений, которые мне понравились, а вот до бесов и до идиота я никогда идти не могу. Я уже меняла. Сначала хотела бесов, потом думала, что прочту идиота, потом опять вернулась к бесам, и этой осенью я уже... Мне подарили эту книгу, я уже собиралась её читать, но поняла, что опять до следующей осени. Может быть, возьму её летом, не знаю, как будет настроение, но всё-таки для меня Достоевский — это осеннее чтение, но точно не зимнее. Зимой мне чего-то хочется более светлого, вот. Так что, если дождётся он меня до осени, я надеюсь, что осуществлю свои планы. И также ещё один мой пробел в классике — это Брэм Стокер и его Дракула. Опять мне подарили книгу, чтобы я прочитала Дракулу. Сама давно собиралась её прочитать. Не знаю, когда, но точно хочу в этом году. Я думаю, что она прочтётся быстро, я надеюсь, что она мне понравится. Никакие ставки не делаю на неё, никакие ожидания. Не буду на неё каких-то делать ожиданий. Просто прочитаю, и уже по факту буду ориентироваться, нравится мне такое, не нравится мне такое. Но, конечно же, надеюсь, что всё то, что я запланировала, мне понравится. Далее, от издательства Аисте мне очень нравится эта серия. И книгу, которую я уже перенесла с осенних планов, это Джон Стейнбек «По стоку от Эдема». Я не буду её долго, не буду долго тянуть её, и уже начну читать этой зимой. Как раз, надеюсь, на каникулах, на выходных я возьму её. Что-то мне кажется, что мне очень понравится, потому что я люблю тему и временной отрезок в Америке и их Великую депрессию. Мне нравятся такие книги, мне нравится этот автор. Я очень... Полюбился мне Джон Стейнбек, но, кстати, «Гроздья гнева» и его такую самую, мне кажется, популярную книгу я также ещё не прочитала, но почему-то решила начать с «К востоку от Эдема». Я читала его небольшие произведения о мушах и людях и так далее, а вот с глобальными произведениями такими семейными сагами я ещё не знакома. Я знаю, что это история о двух братьях, и каждый выбрал свою дорогу, свой путь, но я думаю, что мне понравится. Поэтому я говорю, это прям ближайшие-ближайшие планы. Также книгу, которую, скорее всего, вы видели в моих зимних планах, если ещё не видели это видео, переходите по ссылочке, это «Молодые львы» Ирвина Шоу. Вот с этой книгой у меня есть вопросики, к этой книге у меня есть вопросики, потому что тут, я не знаю, у меня с Ирвина Шоу какие-то странные отношения, то мне он нравится, то он мне не нравится, и до конца я не могу понять, мой ли это автор или нет. Это история о Второй мировой войне, и мне кажется, это что-то будет наподобие Ремарка, его «На западном фронте без перемен» или «Время жить, время умирать». А я такую прозу очень сильно люблю, те книги у Ремарка мне сильно понравились, это одни из моих любимых у данного писателя, и что-то мне кажется, что эта книга будет похожа на те произведения. Если это будет так, то я думаю, что я прочитаю её, и книга будет одной из моих любимых. Кто читал произведения «Молодые львы», обязательно напишите мне в комментариях, мне будет очень интересно ваше мнение. Также в этой серии хочу приобрести себе Саммерсета Моэма, и думаю, или «Бремя страстей человеческих» почитать, или «Остриё бритвы». Что-то из этих двух произведений у Моэма обязательно буду читать в этом году, не знаю когда, пока что не в ближайшее время, хотя кто меня знает, может меня что-то передёрнет и щёлкнет, и возьму в ближайшее время, но в планах на 2024 год обязательно моим есть. Далее книги, которые, точнее трилогию, которую я не заслуженно прекратила читать, не дочитала в том году, не то, что мне она не понравилась, не то, что я её забросила, она мне очень понравилась, мне очень понравилась первая книга, и, наверное, поскольку не было времени вот так вот сидеть и вдоволь прочитать её, я решила отложить её, но в этом году обязательно буду её дочитывать, это, конечно же, сказания о людях тайги, и осталось у меня две книги, это «Конь рыжий» и «Чёрный тополь» Алексей Черкасов с авторством Полины Москвитиной. «Хмель», как вы знаете, это книга уже, которая вошла в топ года, и произведение, которое мне очень сильно понравилось, поэтому эти две книги сто процентов будут прочитаны в этом году. Также мне очень бы хотелось прочитать или «Вечный зов» у Анатолия Иванова, или у «Грюмрика» у Вячеслава Шишкова, потому что эти два произведения, семейные саги, я очень такое люблю, это прям один из моих любимых жанров, такие увесистые произведения, но у меня их нет на полочках пока что, и если я буду их читать, то мне кажется, это чтение отодвинется на лето, когда много времени, потому что мне кажется, что эти книги мне тоже должны понравиться. Ещё одно произведение, которое советовали вы мне, которое советовала мне мама, бабушка, это «Лезвие бритвы» Ивана Ефремова. Это произведение, которое я не буду откладывать в долгий ящик, а буду уже читать тоже относительно в ближайшее время. Это философский роман, в котором писатель определял своё произведение как роман приключений и утверждал, что главная задача его было познание психологической сущности современного человека того времени и, конечно же, заложить научный фундамент для воспитания людей. Там очень много о эстетике, о красоте. И вот мама прям недавно перечитывала этот роман, мы с ней разговаривали о нём, и я тоже хочу в издание приобрести азбуки, большие книги. Там как раз два романа Таисофинская и Лезвие бритвы. Таисофинская у меня есть произведение, такая небольшая книжечка, которую мне дарила бабушка, но не могу найти по раздельности эти книги и такое красивое оформление у этой книги, что решила, что ничего страшного, даже если будет две. Глобальные и масштабные у меня такие планы, и книги у меня тоже глобальные и масштабные. Также я вам говорила в этом году, в конце этого года много про книгу Рюрик «Полёт сокола», и я хочу прочитать продолжение этих писателей Владимира и Юлии Гнатюка и Михаила Задорнова, и у них есть руны вещего Олега, и ещё третья часть про князя Игоря. Мне понравилось читать про Рюрика, но мне кажется, что про Олега и про Игоря мне понравится ещё больше, потому что, во-первых, это исторический роман, но который переложен для понимания вот самого простого человека. Там нет кучи имён и сухих дат, там есть повествование, роман, сюжет, любовная линия, переживания за героев, но эти книги, как, в принципе, и все, которые сейчас я вам показала, я хочу читать основательно, не спеша, поэтому, мне кажется, в этом году будет меньше как-то прочитанных книг, потому что они такие все большие, объёмные, и на них нужно будет много времени, но вот основательно, не спеша читать и наслаждаться этими произведениями. Поэтому в это видео я пока что не включаю какие-то небольшие книги, которые будут просто так, не то что мимо меня проходить, я думаю, что они тоже принесут пользу, и мне понравится, и я вам буду советовать, но я решила показать вам более глобальные книги. Теперь перейдём к современной литературе, и тут я вам покажу немного произведений, и это, конечно же, незаслуженный писатель, который у меня в этом году просто просел, и я, по-моему, нет, в начале года я начинала читать и не дочитала, или это было в прошлом году, уже не помню. Это, конечно же, у Мака Бре и его «Тень Евнуха». Я начинала эту книгу читать, и я собираюсь её дочитать, может быть, даже какие-то другие произведения автора захвачу в этом году, пока что не знаю, может, какой-нибудь сборник его один из новых прочитаю. Надеюсь, что всё у меня сложится с ним хорошо, ну, потому что эта книга очень интересная и легко шла, и как-то вот не помню, почему я остановилась и отложила её. Что-то мне помешало, поэтому в этом году обязательно к ней вернусь. И, конечно же, три книги от издательства «Фантом Пресс». Пока что только три, потому что я знаю, что там дальше ещё у них будет издаваться «Дэниел Мэйсон», которого я обязательно приобрету после «Зимнего солдата». Это автор автопокупаемый. Также у них будет издаваться книга писательницы, которая написала «Воронье озеро». Тоже очень хочу приобрести её. По-моему, «Вергезы» есть, но я не прочитала ещё у него первую книгу. И те книги три, которые я купила на нон-фикшене, обязательно у меня будут в планах на 2024 год. И это, конечно же, «Амос Оз» «Повесть о людьми, о любви и тьме». И мне уже писали, что эта книга мне должна понравиться, и я на неё надеюсь, возлагаю большие надежды. Что-то, мне кажется, что будет какая-то у меня параллель, я исповедуюсь, надеюсь, что это будет так. Эта книга глубокая, фундаментальная, в которой сплетены как будто несколько романов о мальчике, у которого семья говорила на нескольких языках, который воспитывался в еврейской семье, у которого было очень много книг, который разговаривал сам на нескольких языках, у семьи разговаривали на нескольких языках, очень умного, у которого была большая библиотека и конечно же о войне семейная сага и чарующий автопортрет писателя сказали на фестивале на ярмарке что это самая лучшая книга в этом году которую издала это издательство так что надеюсь также конечно же не могу не показать вам дураков нет ричарда русел очень ручки чешутся у меня ее прочитать соскучилась по писателю хочется окунуться в его атмосферу хочется окунуться в его произведение и надеюсь что эта книга мне тоже понравится пока что еще ни одного комментария не видела как-то не видела рецензии про эту книгу никого из блогеров не видела кто прочитал ее надо бы что-то поискать надо почитать бы про нее комментарии прям даже интересно как всем новый роман писателя ричарда русо кто не знает у ричарда русо выходили empire falls также шансов нет непосредственно человек может быть вы слышали о нем по этим книгам я читала шансы есть и непосредственный человек а вот эта книга про остроумная и трогательная история о том как на сонный захолустный городок нордбат снисходить снисходит то ли благодать то ли проклятие тут каждый из его жителей выбирается сам я только что узнала что это первая книга трилогии настоящая энциклопедия жизни американского захолустья ирония юмор теплота человечность и обаятельные герои роман о том что глупости творимые людьми порой могут быть куда умнее и благороднее поступок расчетливых и правильно про одинокого мужчину который очень много совершал ошибок но вроде он и не дурак мне кажется очень будет интересная книга мне кажется она мне понравится и вот на нее возлагаем большую надежду и последнюю книгу этого издательства покажу это конечно же а дальше море лора спенс эш какая-то трогательная пронзительная историю как про нее рассказывали о девочке которую во время второй мировой войны отдали отдали в другую семью в америку для ее же спасения и как она приобрела себе вторую семью но у нее есть на родине своя настоящая вот какая-то трогательно пронзительная история говорят от которой не сможешь оторваться проникаешься героям они тебе становятся как родные я люблю такие истории и тоже думаю что она мне должна понравиться еще одну книгу которую мне подарили эта книга метель марии вент раз в этом году то есть прошлом году очень много ее видела у разных блогеров причем сначала я сама нашла ее на нон-фикшене а потом уже начала видеть у разных книжных блогеров и попросила своих подруг чтобы они мне подарили они мне с радостью подарили и вот тоже в ближайшее время я ее прям буду читать мне кажется будет что-то очень очень интересно а также хочу конечно вернуться к чтению фредерика бакмана и может быть приобрету книгу про бритмарии это как продолжение бабушка велел кланяться и передает что просит прощения тоже соскучилась по этому автору уже в зимних роликах говорила об этом что хочу к нему вернуться но пока тоже у меня нет ничего на руках буду думать но я думаю что все таки вернусь к ним а на этом мои дорогие друзья мое видео подходит концу я всех очень сильно люблю напишите пожалуйста в комментариях какие книги вы собираетесь прочитать в 2024 году я думаю что они у вас будут замечательны и может что-то себе возьму тоже на заметочку а я всех люблю и пока пока